Можно сейчас съесть? Можно? Да. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вот, держи. Вот они каникулы, да? Вот они каникулы! Сейчас хочу вам показать рецепт салатика, который я готовлю. У меня его очень любит муж. Он такой достаточно быстрый и, в принципе, ну такой незатратный, при этом сытный. И для тех, кто худеет, мне кажется, это вариант как бы салата, кто любит салатики, но при этом такой нежирный. В общем, сейчас все покажу. Итак, из ингредиентов. Значит, у меня это курочка. Я сейчас варила своим деткам бульончик. Они у меня любят просто бульон с рисом или с макарошками кушать. Поэтому у меня она соленая, ну подсоленная немножечко, да? Три помидорки у меня достаточно большие, половинку лука репчатого и три яичка. Ну и, конечно, мисочка. Значит, помидорку я режу, у меня большие помидорки, я их режу вот так вот на три части. Ну и, соответственно, вырезаю вот эту вот сердцевинку. И потом просто нарезаю такими небольшими кубиками. Дальше мы берем репчатый лук. И я нарезаю полукольцами, но очень тоненько. И теперь я вот так вот вношу мисочку. Как бы их... Дальше нарезаю яички. Нарезаю как получится. Можно есть специальная такая нарезка. В общем, как получится, так и нарезаю. Беру нашу курочку. У меня она, видите, ну такая я ее с косточек снимала, да? Можно ее помельче порезать. Ну, то есть, как вам удобно. Я ее обычно просто вот так разбираю руками на такие вот как бы кусочки. И все тоже добавляем в наш салат. В такой салат я добавляю обычное растительное масло. У меня вот такое влага. С другим можно добавить оливковое, но мне на самом деле больше нравится. Во-первых, у меня сейчас и нет оливкового. Во-вторых, мне больше нравится все-таки вот с обычным маслом. И немножечко я буду подсаливать. Салат я буду саливать. И вот такой вот у нас получается салатик. Мне кажется, он может заменить полноценный ужин. Потому что здесь есть и мясо, и яйца, и при этом овощи. То есть, очень для худеющих, мне кажется, точно может заменить полноценный ужин. Но он получается очень вкусным, сытным. При этом здесь нет майонеза, только масло и мясо, овощи. Ну что, мы спать-то будем? Да. Не. Книжку читать будем? Да. Не. Какую мы будем читать книжку? Сейчас мы читаем «Ветер Ива». Очень интересная книжечка. Маме очень нравится. Книжка из моего детства. Да, я когда была маленькая, читала вот так. Сама, между прочим, читала эту книжку. Сенька большая, мама. С такими вот. Да, теперь мама большая, с таким красивым картинками. Пора посоветовать. Книжка из моего детства. Книжка из моего детства. Книжка из моего детства. Итак, сейчас уже вечер Я забыла заснять вот этот салат, который я вам показывала Я его поела, скажем так, в обед Ну, если можно так назвать обедом Я, как вы уже поняли, порции у меня небольшие Сейчас с мальчиками съездили, покатались на велосипеде На самом деле зря мы это сделали Особенно на Финском заливе жуткий ветер, холодно Я не знаю, я замерзла просто ужасно Мальчики мои вроде бы нет Вообще сейчас даже вот одела теплую кофту Потому что я не знаю, я не могу согреться Сейчас буду пить чай с лимоном, не дай бог заболеть Потому что если я болею, у меня пропадает голос Это очень часто И сейчас вроде бы горло не болит Не знаю, может быть в теплую ванну сейчас залезу Теперь делаю сегодня себе маникюр На самом деле очень сильно старалась Я учусь и у меня девочка там попросила тоже снять Показать все то, что у меня есть для маникюра Я обязательно сниму такое отдельное видео Об этом, но я реально учусь У меня беда с формой ногтей Я это как бы знаю Так что, девочки, сильно меня не ругайте Я вот, что называется, как на ютубе посмотрю что-нибудь Стараюсь тоже что-то сделать Сделала вот такой, как это правильно называется, градиент Переход от белого в более такой В общем, посмотрела я там видео какой-то девочки В общем, она делала такой специальной штучкой для этого Такой, как поролоновой штучкой Мне очень понравилось, как у нее было сделано Но было сделано на длинных ногтях Я думаю, блин, я тоже так хочу Я ничего умнее не придумала Кроме как взять губку Которую вот моем посуду И сделать ею Ну вот вроде как бы ничего На самом деле видны вот эти вот Ну как бы как пузырьки То есть такие ноготочки получились Как немножко, как будто снежок Как будто снежок на ноготочках Вот, ну в общем Не знаю, издалека вообще симпатичненько, нежненько смотрится И вот надо, конечно, научиться делать правильную красивую форму Как-то выравнивать ноготочки Ну в общем, девочки Так что сильно меня за ногти не ругайте Я только учусь И, кстати, хочу сказать Вот на камере вроде бы не видно Я сейчас смотрю Но я как-то в своем видео показывала Вот эту подводку от NYX Это такая подводка мус Которая мне очень-очень-очень нравилась Она была очень-очень стойкая Не знаю, вот я делала стрелки Целый день могла с ними ходить Но она у меня Как вы видите, подсохла Причем использовала я ее где-то, наверное, половину И приобретала я ее Знаете, когда? Наверное, где-то после нового года Может быть, это был февраль Честно, вот уже не помню Но в том, что она подсохла Она хорошо наносится, в принципе Но она стала очень плохо держаться Стрелки начали как-то плыть Я не знаю То есть вот я к вечеру смотрю, что у меня И вот даже какое-то видео свое я присматривала Где у меня были стрелки У меня стрелки реально разные Во-первых, вот эта часть, хвостик стрелки Он, ну, может быть, потому что трогаю лицо Не знаю Но он начинает размазываться Сама стрелка вот начинает как будто бы ползти, что ли Я не знаю То есть вот стойкости уже в этой подводке нет Очень жалко Потому что сама вот когда она была хорошая И не засохшая, а подводка была очень классная Она мне очень нравилась И оттенок такой хороший И наносилась хорошо Без комочков, без всего Ну, не знаю В принципе, цена вопроса 500 рублей Можно взять и новую, раз подсохла Не знаю, может быть, я виновата Может быть, плохо закрывала, да, крышечка Не знаю Но я знаю, что многие девочки вот такое разбавляют А племя для глаз Ну, не знаю, есть ли смысл разбавлять Потому что наносится она хорошо Но при этом стало плохо держаться Ну, в общем, попробую Если что Ну, вообще, если вы знаете, вот что делать с такими подводками Напишите мне, пожалуйста, в комментариях Потому что Ну, что-то я не планировала приобретать новую Это очень жалко Потому что во всем остальном Она мне очень сильно нравилась Когда она была свеженькая, скажем так Она держалась вообще Вот пока я мицеллярной водой не смою С ней ничего не происходило Как катались на велосипеде Я хотела вам заснять немножечко Ну, там и Финский залив И, в общем, тут окрестности наши Потому что, в принципе, у нас достаточно красиво Но На самом деле у меня плохо получается Потому что я везу маленького в багажнике Он сидит в специальном таком Ну, как креслице, да Такое ставится на багажник Одновременно держать камеру И ехать еще постоянно Старший тоже меня отвлекает В общем, ну, я вам кусочек ставила Вы посмотрели, надеюсь, вам понравилось Я стараюсь, скажем так Муж надо мной похихикал Сказал, что мне нужен такой, знаете Типа GoPro сюда Камеру на лоб Чем вот так вот прошел мой день В принципе, и как-то я особо такого Ничего не ела больше Даже вкусняшек не ела Вот у меня был завтрак Потом салат В обед, скажем так И потом вот уже поужинала рыбкой Хочу также показать вот этот квас Я его сегодня пыталась выпить Скажем так, за ужином Я его когда покупала Вот этот белый квас кислый Я, конечно, прочитала слово кислый Но при этом я прочитала слово белый квас И традиционный, да Живой и все дела И я думала, что он реально вкусный квас Но это такой квас, который, знаете Хорошо, вот 1 января Он реально кислый Он жуткий Я его даже не допила У меня муж тоже не стал пить Никто не стал пить этот квас Это какая-то мерзость, на самом деле Честно Не знаю, я его теперь, наверное, вылью У него еще какой-то осадок Ну, осадок это наоборот говорят Что от того, что квас натуральный Ну, в общем, какая-то бяка Честно, никому не советую Не покупайте такой квас Он какой-то, не знаю, мерзкий Фу, кислый Ну, конечно, это любителя Но я такое вообще не могу пить Надеюсь, вам понравилось Такого рода видео Обязательно подписывайтесь на мой канал Пальчики вверх, если понравилось Пальчики вниз, если не понравилось Оставляйте свои комментарии Всех люблю, целую И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok